МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе мы поговорим об оценке, оценке бизнеса, оценке активов материальных и нематериальных, брендов, патентов, технологий и всего прочего. И самое главное, для чего это нужно компаниям? Каким компаниям это нужно? Нужна ли оценка бизнеса ларьку, который продает цветы? Или ему не нужно, а вот сети ларьков уже нужно? Для чего? Нужно ли это для того, чтобы взять кредит? Или чтобы выгодно и эффективно продать компанию, вывести на IPO, привлечь инвестора? В общем, полный спектр – это вопрос. Самое главное, постараемся узнать, сколько это стоит и как, собственно, к этой процедуре быть готовым со своей стороны, со стороны бизнесмена. Для начала несколько слов о самой компании. Расскажите, вот Swiss Appraisal – это что такое? Спасибо за приглашение. Swiss Appraisal – это швейцарская оценка. Я возглавляю офис Swiss Appraisal в России и СНГ вот уже пять лет. И на протяжении всего этого времени я выстраивал бизнес-процессы, так как они изначально были предложены нашей швейцарской стороной. То есть швейцарские стандарты, стандарты в первую очередь качества, скорости, стандарты исполнения тех или иных проектов, они изначально нам даны нашим головным офисом. Я так понимаю, что, извините, в России-то ведь и такой бизнес, как оценка, он и только-только вот и появляется-то недавно, да? На самом деле оценка в России существует уже достаточно давно, 20 лет. Российские оценочные компании наработали достаточно много опыта. А швейцарская компания, швейцарская оценка Swiss Appraisal появилась в 2005 году в России. И на данный момент мы представляем собой компанию, которая работает помимо России в шести странах мира на трех континентах. У нас единые стандарты, международные стандарты с учетом российских реалий, с учетом российских условий работы. Оценка действует по международным стандартам и федеральным стандартам оценки. Федеральным российским вы имеете в виду? Верно. Мы работаем в рамках федерального закона об оценочной деятельности ФСС-135. И выполняя те или иные работы, учитываем наш международный опыт, наши собственные наработки. Ну, понятно, да. Понятно. А когда происходит оценка? Результатом оценки является что? И кто выступает заказчиком? Результатом оценки выступает сформированный отчет об оценке. Данный отчет об оценке делается группой специалистов. Это могут быть оценщики, это могут быть аналитики, это могут быть эксперты в той или иной индустрии. Заказчиками выступают компании. Мы работаем, как правило, с игроками среднего бизнеса, крупного бизнеса, государственными заказчиками. И среди наших клиентов есть компании из угледобывающей индустрии, из металлургической индустрии, нефтегазодобывающего сектора, фармацевты и так далее. Мы, предоставляя услуги нашим заказчикам, выводим ту или иную стоимость. Это может быть рыночная стоимость. Рыночная стоимость для принятия каких-либо решений. Смотрите, для чего заказывают оценку? Чтобы что... Ну, понятно, что это не просто для самоудовлетворения. О, там компания стоит столько-то, это хорошо. Наверное, для каких-то дальнейших действий. Продажи этой компании, покупки, может быть, другой какой-то компании, когда покупатель заказывает оценку того, что он хочет купить, или еще что. Потому что я не знаю, это мои предположения только. Целей оценки достаточно много. Это может быть оценка акций для целей залога. Когда предприниматель берет кредит в банке, и для того, чтобы предоставить залоговое обеспечение, ему нужно предоставить отчет об оценке в банк. Это может быть для целей страхования, когда предприятие страхует те или иные мощности от каких-либо непредвиденных случаев. Это может быть для бухгалтерского учета, как для российского бухгалтерского учета, так и для международных стандартов финансовой отчетности. Когда предприятие ставит на баланс то или иное оборудование. Или переходит с российских стандартов бухгалтерского учета на международные стандарты финансовой отчетности. когда происходит первое применение, когда нужно все активы, которые есть на балансе, перевести на баланс по финансовым отчетности, по финансовым стандартам, как это принято в международной практике. Ну а самое-то главное, если продать или купить компанию, то тоже ж, наверное, да? Безусловно, для целей слияния поглощения, когда та или иная страна должна понимать, сколько стоит предприятие, которое приобретается, либо когда продается предприятие. Для этих целей, безусловно, происходит оценка, ну и достаточно много других аспектов. А вот смотрите, этот бизнес оценочный, он каким-то образом сертифицированный, он кем-то регулируется? Регулирование в Российской Федерации оценочной деятельности происходит на основании саморегулируемых организаций. В рамках федерального закона, как я уже сказал, 135-го об оценочной деятельности, оценщиком, субъектом оценочной деятельности является физическое лицо, оценщик, который получил соответствующее образование, который заплатил членские взносы в саморегулируемую организацию, который страхует свою деятельность. И он может вести свою деятельность как самостоятельно, так и быть сотрудником оценочной организации. Еще раз, это физическое лицо. Субъектом оценочной деятельности в Российской Федерации является физическое лицо, оценщик. Оценочные компании приглашают к себе на работу оценщиков, точно так же страхуют свою деятельность. И имея в штате профессиональных оценщиков не менее двух оценщиков, они могут вести свою профессиональную деятельность, оказывая услуги компаниям или населению. А вот ваша компания, она специализируется на каких-то конкретных рынках или там отраслях? Вот вы уже упомянули там угледобывающие, какие-то еще компании, металлургические, да. Я как-то себе представил, вот сидят в компании два оценщика, один умеет оценивать квартиры, другой умеет оценивать стройматериалы. Ну как бы и все, ведь не может же быть такое, что в крупной компании там же огромное количество всевозможных активов. Не может один оценщик быть экспертом во всем свете. То есть как вообще этот бизнес устроен? Вы абсолютно правы. Может в компании быть два оценщика, и тогда это будет малая оценочная компания, которая может ввести свою оценочную деятельность. Она может оказывать услуги населению, она может оказывать услуги маленьким предприятиям. То есть это вполне жизнеспособная модель, да? Все верно. Просто она на каком-то узком сегменте, на каком и сам оценщик является собственным экспертом. Все верно. Наше предприятие имеет в своем штате порядка 50 оценщиков. И оказывая услуги в России и СНГ, мы ведем в основном свою деятельность с крупными промышленными предприятиями. Как я сказал уже, металлурги, угольщики, фармацевты. Мы очень много делаем проектов для международных компаний, когда они, приходя на тот или иной рынок, они приобретают компании, работающие уже в этом сегменте. И в связи с этим связана специфика нашей деятельности. Ну, это так, видимо, исторически сложилось. Сама материнская компания, да, или как-то основная ваша швейцарская, она, видимо, на этом и специализируется. И вы теперь развиваете эту компетенцию в России, да? Изначально наша материнская компания является инвестиционным холдингом. И оценка внутри инвестиционного холдинга была всегда востребована для того, чтобы понимать, насколько эффективны те или иные проекты. И затем наша деятельность выросла из этой программы по оценке инвестиционных активов нашей материнской компании. Сейчас в России мы, как я уже сказал, специализируемся в индустриях, связанных с крупными промышленными производствами. Ну, понятно. Наверное, там самые богатые заказчики. Там требуется профессионалы, которые обладают знаниями отрасли, которые имеют серьезные наработки, которые умеют оценивать большое количество позиций. И ведь самым большим вопросом для заказчика является скорость и стоимость проекта. Ну, собственно, да. Мы сейчас об этом поговорим чуть подробнее. Сколько времени занимает оценка? И как это вообще что туда входит? Это проверка балансов, измерение взвешивания кирпичей, которые на складе, товарных остатков. А самая интересная оценка патентов, брендов. Это как вообще бренд оценить? Ну, да? Вы знаете как? Нет. Интересно узнать. Это очень большой серьезный вопрос. Оценка начинается в первую очередь с составления технического задания. В техническом задании первым пунктом определяется объект оценки. Объект оценки для нас очень важен. Потому что, когда мы говорим, что металлургический комбинат принимает решение оценить тот или иной актив, мы должны понимать, что это. Это юридическое лицо. Или это просто объект какой-то. Или это актив. Который принадлежит юридическому лицу. Определяя объект оценки, мы понимаем, каким образом будет сформирована рабочая команда, которая будет работать над этим проектом. Есть специалисты по оценке недвижимости. Есть специалисты по оценке машин и оборудования. Есть специалисты по оценке бизнеса. Есть специалисты, которые оценивают, в том числе, нематериальные активы. Это одна из самых сложных вопросов. Вот такой момент. Смотрите. А бывает ли такое, что при начале сотрудничества оценочной компании с заказчиком меняется предмет оценки? То есть, например, директор говорит заводу, я хочу оценить вот это. А вы, будучи специалистом, понимаете, что на самом деле для цели вывода компании на IPO или ее заложения ее активов в банке под кредит, нужно что-то другое? Бывают такие случаи. И в этом плане очень важно, чтобы оценщик как можно раньше был включен в рабочую группу для понимания цели оценки. Это второй важный фактор, который формирует наше техническое задание на оценку. После предмета, после объекта оценки мы формируем цели оценки. И на этой стадии выясняется, что иногда предмет оценки может меняться. Или он включит в себя какое-то большее количество активов. Он может расширяться, либо направление может быть изменено. Но, тем не менее, такие случаи действительно бывают. Поэтому мы видим свою деятельность больше как консультанта для человека, принимающего решения. Это может быть руководитель предприятия, это может быть финансовый директор предприятия. И чем раньше мы выходим на проект, устанавливаем диалог с заказчиком, тем легче проходит согласование технического задания и легче проходит проект. Понятно. Тогда мы, смотрите, сейчас ненадолго остановимся, а после перерыва мы попробуем узнать, сколько стоит процедура оценки, как формируется цена и кто эти люди, оценщики. Да? Хорошо. Дорогие друзья, рекламная пауза. Дорогие друзья, снова здравствуйте. Продолжаем программу технологий для бизнеса. В студии Василий Богданов и Анна Иванушкина. Да, и наш гость Роман Чебесов, генеральный директор компании Swiss Appraisal в России и в СНГ. Еще раз здравствуйте. Напомним нашим телезрителям, что компания занимается оценкой. И, собственно, предмет нашего разговора, сегодня нашей беседы, это для чего компании оценивают и что они оценивают. Там бизнесы, активы, бренды и прочее. Вот перешли к вопросу. Как формируется цена на услугу оценки? Там в человека, часах персонала? Или там в проценте, не знаю, от будущей стоимости этой оценки? Или как вообще? Спасибо. Хороший вопрос. Самая важная составляющая у организации, которая занимается оценочной деятельностью, это ее сотрудники. Сотрудники, профессионалы, которые формируют непосредственно затраты на производство отчетов об оценке. То есть, по большому счету, это их труд, это их человек-часы. Там выделено, например, бригаду в 12 человек на оценку комбината, они работали месяц. Вот, ну, собственно, взяли и посчитали. Чем выше профессионализм сотрудника, тем быстрее он может делать работу, тем дороже он нам стоит, как оценочной компании. И из вот этих двух факторов формируется стоимость работ на оценку для нашего заказчика. С одной стороны, мы должны сделать работу быстрее. Чем быстрее мы ее делаем, тем меньше нам заплатит заказчик. С другой стороны, мы должны... Но это конкурентное преимущество, сделать оценку быстро. Именно. И многие компании наверняка готовы чуточку заплатить побольше, чтобы получить оценку в два раза быстрее. Потому что им же, как мы говорили в первой части нашей программы, оценка же нужна для чего-то, чтобы заложить акции, получить кредит, чтобы там еще что-то. Это же процесс. Вы абсолютно правы. Ключевым фактором является скорость выполнения наших работ. Ключевым фактором для формирования цены для заказчика. При этом мы понимаем, что в 80% случаев наши заказы, как правило, срочные. Оценка является промежуточным этапом для принятия каких-либо... Каких-то других решений. Чем быстрее мы сделаем свою работу, тем правильнее будет сделано решение. Смотрите, Роман, с этим понятно? Тем не менее, какие-то диапазоны, какие-то ориентиры, то есть норма час. Не знаю, как в автосервисе есть норма час. 20 долларов норма час или 50. Существует ли какое-то понятие, 500 долларов стоит человека час эксперта? Или хоть что-нибудь, на что можно опереться? Или, например, какой-то усредненный показатель. Оценить предприятие среднего размера в металлургической промышленности стоит, не знаю, 500 тысяч долларов. Хоть как-то. Еще раз повторю, что для формирования стоимости нашего продукта очень важно понимать, кто в рабочей группе будет вести тот или иной проект. Если мы говорим, допустим, об оценке бизнеса, то в нашу рабочую группу, которая может состоять из 6-8 человек, будут входить, как правило, 2 или 3 оценщика бизнеса, будут входить 2 или 3 аналитика и 1 или 2 индустриальных эксперта, плюс проектный менеджер, который ведет данный проект. Из стоимости наших работ будет сформирована стоимость для заказчика. Сказать, сколько это будет стоить, конечно, зависит от разных бизнесов. Ну, хоть какой-то диапазон, хоть как-то понимать, хоть к чему-то прицепиться. Ну, вот там 100 тысяч долларов может стоить оценка? Может и 100 тысяч долларов. А 10 тысяч долларов? Ну, как правило, это стоит меньше. Ну, примерно. Ну, 20-30, да? Ну, то есть миллион рублей стоит оценка, да? Еще раз говорю, что это зависит от актива. Мне очень сложно сейчас говорить о стоимости каждой работы, потому что есть сформированные нормы часы. А, все-таки есть такие понятия. Есть сформированные нормативы, по которому выстраивается деятельность оценочных организаций. И эти нормативы распределены по регионам России. Эти нормативы, они рекомендованы Национальным советом по оценочной деятельности. И они учитываются при формировании стоимости. При этом, конечно же, каждая оценочная организация принимает решение, каким образом она формирует свою стоимость и как она ведет коммерческую деятельность. Да, понятно. Роман, а скажите, пожалуйста, оценщик — это что за человек? Где он получает свое образование? Какой он опыт должен иметь? И, наверное, самое главное — размер его оклада. Да, это всегда важно. Очень. Мы тут сидим, может, надо в оценщики идти? Оценщик, в первую очередь, это специалист в области финансов. Финансовых специалистов готовят учреждения как в России, так и за рубежом. Я вот знаю, финансовый университет на Ленинградском проспекте находится. Очень уважаемое учебное заведение. В нашей компании работают оценщики, которые имеют российские дипломы и международные дипломы. Если говорить о проектах, связанных с международными компаниями, то такие известные институты, как Королевское общество оценщиков, РИКС. Это британское? Британское. Ну, раз Королевское. А где же еще? Общество оценщиков. В Европе действует институт Тегова. Это европейские оценщики. Хороший оценщик получает достаточно достойную заработную плату за проекты, которые он делает долго и имеет большой опыт. Если говорить о наиболее высокой квалификации, то это оценщики бизнеса. Оценщик бизнеса проводит достаточно большую работу по финансовому анализу компании. Понятно, да. И выстраивает модели, которые в конечном итоге приводят к результатам в виде стоимости бизнеса. Ну, понятно, отдельная профессия. Понятно, мы тут немножко шутим, говоря, что можно после института пойти и стать оценщиком, и чем мы тут сидим. Но, тем не менее, все-таки, чтобы понимать. Как правило, после института молодые специалисты приходят и выстраивают свою карьеру, начиная со специализации в той или иной области. Самая простая оценка – это оценка недвижимости. Дальше оценщик может квалифицироваться в оценщики машин и оборудования. И, как я сказал уже, оценка бизнеса – это одна из высших квалификаций. Ну, 100 долларов часто хотя бы зарабатывает хороший оценщик? Да, зарабатывает. Даже больше бывает за это. Бывают больше. Ну, да. Спасибо за ответ. Хоть какой-то ориентир. Смотрите, про ответственность вы пару раз упомянули. А какого рода ответственность несет оценщик? Потому что, если он оценил акции, как-то или, не знаю, если они котируются на бирже, я так понимаю, что их рынок оценивает. А если они закрытое какое-то общество, им нужно заложить, и как-то он их неправильно оценил. И что-то потом какая-то компания понесла потери. Как и дальше что происходит? Оценщик несет ответственность свою личную, в том числе и своим личным имуществом. А то есть он выступает как индивидуальный предприниматель? Не совсем так. Если он работает в компании, тем не менее, он является субъектом оценочной деятельности. А, это по закону отвечает? По закону. Безусловно, мы страхуем ответственность и оценщиков, и оценочной организации. Страховка – это не единственный инструмент гарантии правильности. Конечно, опыт работы, опыт прохождения экспертиз в саморегулируемых организациях, потому что нашу деятельность контролирует саморегулируемые организации. Наши отчеты об оценке проходят экспертизу, утверждаются и принимаются теми или иными организациями для совершения сделок. Может быть, рекомендуется для совершения сделок. Ну, а бывают такие случаи, что один оценщик оценил каким-то образом, потом произошла какая-то сделка или цепочка сделок, и вдруг на каком-то этапе выяснилось, что где-то там раньше на уровне оценки вкралась какая-то существенная ошибка или что-то было не учтено. Наверняка же бывает такое. Человеческий фактор, конечно. Такие случаи бывают. Это очень печальные случаи. Для этого существует в нашей компании, соответственно, система контроля качества. Тройная система контроля качества, которая проверяет отчет на выходе от непосредственного исполнителя на уровне методологической экспертизы и на уровне руководства. Да, мы все помним, как один трейдер, работая в Сингапуре, послужил причиной гибели огромного банка с 200-летней историей. Вот тоже там были системы проверки, опыт, сотрудники и все такое. Это я все к тому, что к степени риска и к величине страховки. Ведь если оценщик 100 долларов в час зарабатывает, 100 часов в месяц отработал, 10 тысяч долларов заработал. Ну там за год 120, а потом раз, что-нибудь такое не так оценил, а там объем потерь миллионы долларов могут быть. Безусловно. Компания очень серьезно относится к тому, кто будет выполнять тот или иной проект, кто будет членом проектной группы. Поэтому, если мы опять-таки говорим об оценке бизнеса, то наши оценщики бизнеса застрахованы, например, на минимальную стоимость 30 миллионов рублей. Миллион долларов почти. Хотя по закону минимальная страховка для оценщика 300 тысяч рублей. Ну хоть что-то, да. 30 миллионов хоть как-то, да. При этом деятельность компании точно так же застрахована на 100 миллионов рублей. И, конечно же, есть компенсационный взнос саморегулированных организаций, которые точно так же гарантируют функцию страхования. Выполняют функцию страхования. И поэтому все отчеты, которые проходят регулярные проверки, в том числе, они соответствуют тем стандартам, которые есть в саморегулированных организациях. Но, тем не менее, на рынке же наверняка бывали какие-то такие случаи, да? Что потом происходит с оценщиком? Он, ну, дается ему право на ошибку или он навсегда изгоняется с позором из профессионального сообщества, получает волчий билет и ни в какую ассоциацию больше принят не будет? Безусловно, каждый человек имеет право на ошибку. Единственное, степень ошибки должна быть, ну, наверное, соизмерима, адекватна. И рынок очень сильно реагирует на ошибки профессионального сообщества. И саморегулируемые организации ведут достаточно большую деятельность по подготовке именно профессионального уровня оценщиков. Главный вопрос в том, чтобы за ошибкой не был скрыт злой умысел. Ну, мы подразумеваем, что это не так, потому что, если это так, это уже предмет другого разговора. Это уже, так сказать, да, все понятно. Но на рынке разработана специализированная система контроля качества, и это не позволяет оценщикам делать систематические ошибки. Это очень важно. Это логично, потому что отрасль, конечно, в целом заинтересована в том, чтобы доверие к оценщикам было на всех уровнях. Ну что ж, Роман, спасибо вам огромное за рассказ. Мы вам пожелаем удачи в вашей деятельности. И что бы вы хотели в завершении программы пожелать телезрителям? Я желаю телезрителям, в первую очередь, принимать взвешенные решения, основанные на правильной оценке. Спасибо. Дорогие друзья, в гостях у нас был Роман Чибисов, а вели программу Василий Богданов и Анна Иванушкина. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова